Я сейчас хочу пояснить, для чего Путин объявляет частичную мобилизацию. Но для этого я хочу напомнить, что две недели назад Путин нанес удары по гражданским объектам, таким как Харьковская крупная электростанция и тепловая станции, ряду других объектов. По гидростанциям, фактически город Кривой Рог, откуда родом президент Зеленский, был на грани затопления. Ну и, собственно, было понятно, что это было такое, скажем, масштабное первое предупреждение о том, что теперь война будет двигаться по другому сценарию. После того, как российские войска стали терпеть поражение на востоке Украины и еще частично на юге, около Херсона, Путин начал применять другое совершенно оружие, другой способ ведения войны, а именно парализация возможностей общества организовывать сопротивление путем удара по электростанциям и по другим гражданским объектам. Вот представьте себе, что ракеты крылатые, которых у Путина достаточно, и которые он даже запускает с Каспии, свыше двух тысяч километров расстояние, они, если будут направлены на электростанции и тепловые станции Украины, а это несложно, бросить около тысячи ракет, и все основные такие объекты будут поражены. Что ожидает Украина? Ну, когда приближается холода, вы понимаете, что фактически Украина может остаться без электроэнергии и без тепла. И таким образом нанести очень сильный удар по возможности сопротивляться Украине. Второе, они такой же удар могут нанести по всем ключевым узловым железнодорожным станциям, чтобы не было привоза боеприпасов, которые идут эшелонами из Запада. И третье, это ударить по дорогам, по другим коммуникациям, которые, опять же, позволяют через Польшу привозить большое количество военного снаряжения. В принципе, мы понимаем и должны понимать, что для таких ударов у Путина возможностей много. И до последнего момента Путин этого не делал. И когда две недели назад были нанесены удары по гражданским объектам, Харьковской ТЭЦ и другим, было понятно, что он говорит о следующем, что да, вы сейчас организовали наступление на Востоке, но я теперь вам ударю по вашим гражданским объектам, лишив вас возможностей мобилизовать приток военного снаряжения и других сил. Вот, собственно, что он им сказал. Понятно, что в этих условиях западные страны не могут позволить, чтобы Украина проиграла войну. Войну Путину, чтобы Путин мог захватить Украину. И в этот момент очевидно, что Украина получит военное снаряжение, которое имеет возможность наносить удары уже по территории России, как минимум за 300 километров, до 300 километров. Что это значит? Это значит, приграничные как минимум 2-3 области, в реальности 5-6, получат военные удары по аналогичным же объектам гражданским, по электростанциям и тому подобное. Это начинает наступать другой уровень войны, эскалация. И что в этом случае будет? Это значит, беженцы с этих областей ринутся вглубь России, и тогда миллионы людей, россияне, зададут вопрос. Ты нас втянул в войну, нас бьют, разбивают гражданские объекты, мы лишены тепла, электроэнергии. Путин, что ты сделал? И в этой ситуации у Путина на самом деле остается фактически не очень много возможностей показать свое военное преимущество. Вот военное преимущество он может показать за счет своих различных крылатых ракет, нанеся удар по вот таким объектам, парализовать фактически жизнедеятельность многих гражданских объектов Украины. Наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Почему Путин объявил срочную частичную мобилизацию? Таким образом, он хочет продемонстрировать Украине, Западу, что он готов к масштабной войне, что он готов сейчас в ближайшее время нанести ракетные удары по энергообъектам, первое, и второй этап, если Украина ответит, то он готов применить ядерное оружие.